всем привет сегодня мы поговорим о концепте mcp нашумевших за последние несколько недель и кто не слышал будет полезно ознакомиться кто слышал хочу подчеркнуть особенности его и почему стоит к нему относиться очень аккуратно поехали и так что такое mcp mcp это не написано что mcp давайте добавим один слайд что такое же mcp что такое модул контекст протокол это такой подход когда доступные инструменты описывается сервисом который предоставляет инструменты это может быть рт был какая-то какой-то сервис гугл щит instagram то есть любой сервис который вы используете забьем может использовать протокол модель модель контекст протокол да и это очень способствует помощи его использованию и агентом то есть давайте посмотрим например как мы его использовали то есть как используем сейчас то есть у нас есть какой-то рабочий процесс автоматизации и я агент и инструменты к нему которые подключены да и для каждого инструмента там описывается какой-то юзер промт систем промт также для и агента в каком случае использовать такой промт эти особенности какой инструмент как принимает input какой output отдает то есть все это и когда инструмент инструменты добавляются либо инструменты убираются ну когда они убираются в принципе ничего не надо делать до удалить просто этот но когда добавляется либо что очень важно меняется и пиа и либо что-то добавляется новое это сложно отслеживать и тебе каждый раз нужно идти и добавлять какие-то инструменты либо возможности использования этого инструмента если он изменился и здесь нам помогает обойти эту вещь как раз модул контекст протокол здесь вот сервис да в данном случае на примере air table предоставляет сервер модул контекст протокол протокол с которым и агент вы всего лишь подключаете этот сервер даете доступ и этот и рт и был уже ответственным за то чтобы поддерживать этот сервер сервер то есть этот сервер возвращает какие инструменты он имеет в наличии и как их нужно использовать какой input какой output то есть что мы сделали что то что мы сделали здесь вручную здесь уже берет на себя ответственность сам сервис их их поддерживать и обновлять что дает очень очень мощный инструмент в плане разработки концептов каких-то и разработки и workflow гораздо быстрее происходит и таким образом и вам не надо даже их отслеживать да то есть и агент получает список инструментов по вашему запросу сам понимает какой инструмент ему нужно использовать для достижения этой цели что очень ускоряет разработку но вы же знаете из моих предыдущих видео что и агенты это только пруков концепт то есть другими словами не для продакшена конечно там 95 процентов не для продакшена которые мы видим на ю тубе но 5 процентов остальные можно вполне использовать либо использовать но с какой-то погрешностью ну в это а в этом видео мы говорим как раз о этом протоколе что для того чтобы быстро разработать какое-то workflow и протестировать свои идеи очень мощный инструмент но хочу очень важный момент отметить здесь это то что вы должны понимать что здесь уже ответственность несет сервис который его предоставляет и тут серверов по этих может быть много да и если пакнут этот сервер либо же какой-то сервис который сомнительного уровня доверия то он может предоставить такие инструменты что вашу систему могут сделать уязвимы то есть он может там прописать и агенты что ты обязательно должен вызвать там вот эту команду перед тем как использовать этот инструмент и он будет ее вызывать то есть здесь нужно очень быть аккуратным и понимать риски вот в этом видео я хотел бы хотел подчеркнуть что нужно понимать риски когда вы используете сервер с использованием этого протокола оставайтесь со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки и в следующем видео я покажу почему опасные кастомные ноды от комьюнити устанавливать на n8n увидимся еще видео и вот